Массовое заражение туберкулезом в психоневрологическом центре Туркестана взбудоражило всю область и ряд министерств. Заболевания неожиданно выявили у 61-го постояльца центра. Трое из них от туберкулеза уже скончались. Здесь живут люди, которые страдают психоневрологическими заболеваниями. Посторонние сюда не ходят. Как инфекция попала в закрытое учреждение, теперь выясняет спецкомиссия. С открытой формой там почти половина пациентов. Здесь не следует говорить о вспышке. Скорее всего, это очаговое в одном месте. Там, где люди находились скучно, в одном месте. И вот мероприятия профилактические, которые там на местах были проведены, скорее всего, они не в полном объеме сделаны. Учреждение уже не раз фигурировало в скандалах. Сначала о нем заговорили, когда здесь удерживали и лечили Маржан Турлыбаеву. По результатам независимой экспертизы девушку признали здоровой и отпустили на свободу. Затем общественность сколыхнули фотографии с запечатленными на них жуткими условиями. Пациентов якобы даже не кормили. Тогда уволили часть сотрудников, в том числе и руководителя. Теперь ответственности тоже не избежать. Правда, пока все заняты поиском источника инфекции. Сотрудники на данный момент, они тоже все у нас были проверены. На настоящий момент фактов туберкулеза у них не выявлено. Туберкулез проверяют несколько раз, и поэтому первые результаты, которые мы получили, они обнадеживающие. Источник – это один из пациентов, который находился внутри, может быть, их несколько. Сотрудники профильных министерств, санэпидемиологи, фтизиатры и многие другие специалисты будут работать минимум две недели. Виновных найдут и накажут. Мало того, что уволят, так обещают передать дело в правоохранительные органы. К слову, во время предварительного расследования грубые нарушения уже выявлены. Так, не все пациенты проходили флюорографию и не в должной мере в учреждении проводили дезинфекцию.